Жители неблагоустроенных домов в ближайшем будущем смогут решить свои проблемы с выгребными ямами, где позволит придомовая территория, установят септики, а при наличии технических возможностей подключат внутридомовую систему водоотведения к магистральным сетям канализации. Эти виды работ вошли в перечень обязательных по капремонту жилья, финансируемых за счет фонда капитального ремонта. Жильцы дома на Ленина 52Б о своих коммунальных проблемах рассказали нашей съемочной группе еще в сентябре. Тогда в доме проводили капитальный ремонт стоимостью почти 19,5 миллионов рублей. Правда, работы по ремонту выгребных ям предусмотрены не были. И все вот эти нечистоты, они текут под дом, что, соответственно, идут испарения, в квартире находиться невозможно, что запах стоит, и, соответственно, все гниет, дом гниет, пандемия. Решение проблемы довольно-таки простое, либо сделать септик, либо подключиться к системе канализации центральной, которая вот у нас в соседнем доме есть, дом идет под снос этот, также там есть водоснабжение, то есть протянуть здесь, в принципе, несложно, или поставить септик. Это вот идеальное решение, потому что ямы – это уже вчерашний прошлый век, скажем так. Спустя несколько месяцев предложения жильцов по включению ремонта септиков и выгребных ям в перечень обязательных работ по капитальному ремонту услышали и включили в региональную программу. В фонде содействия реформированию ЖКХ по Ненецкому округу поясняют, ремонт выгребных ям целесообразен в тех домах, которые не имеют водоснабжения, то есть люди не используют в том числе и воду из системы отопления. Если же водоснабжение есть, то такие дома должны быть централизованы. Фонд совместно с департаментом сейчас, наконец, вышел на ту позицию, что мы будем дома эти канализовать, то есть делать стыки канализационные. Эта канализация по стоякам выводится наружу, то есть в ближайшем колодце, который будет монтироваться. Желетонные колодцы, они на расстоянии 3-5 метров от дома, то есть они должны попадать на территорию, которая отойдена под этот дом. Колодцы будут выполнять роль септика, и откачка нечистот будет производиться непосредственно из них. Но там, где позволят границы земельного участка, установят септики, а при наличии технических возможностей внутридомовую систему водоотведения подключит к магистральным сетям канализации. Те дома, которые были прокапитальны в 2015-2016 году, а это дома, которые будут, скажем так, приоритетными для этих работ в следующем году. Ну и, конечно, надо понимать, что каждый дом – это дом индивидуальный, и, конечно, здесь всех под одну гребенку нельзя будет подстроить. Мы же понимаем, что где-то яма, где-то септик, где-то лучше трубы протянуть, да, смотрим, какие дома, насколько они ветхие, какой износ, перспектива этого дома, да. Как нас заверили в фонде содействия реформирования ЖКХ по Неницкому округу, дом номер 52-Б на улице Ленина будет канализован точно. Правда, о сроках пока говорить рано, и все же надежда есть, а это значит, что дело сдвинулось с мертвой точки.